МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Айжевские мото-гонщики заняли первое место на открытом чемпионате Татарстана по шоссейно-кольцевым гонкам. За команду мотостиль и Махайжевск выступали Олег Сертаков и Владимир Сердечный, которые в общем зачете опередили на пьедестале хозяев и гонщиков из Москвы. Очередной этап турнира состоится в Казани 15 июня. А теперь новости легкой атлетики. В Ижевске прошел зональный этап соревнований по программе шиповка юных. На старт заявилось более 200 человек возраста 11-13 лет. Наблюдала за их борьбой на беговых дорожках наша съемочная группа. Давненько Ижевск не принимал соревнования такого ранга летом. Последние крупные старты проходили в далеком 80-м году. И вот традиции возвращаются. Проба затащить сюда крупные старты, начиная с младшего возраста, для того, чтобы поднять нижние пласты детей, начиная с маленьких, начиная практически с детского садика, для того, чтобы из них попытаться сделать будущих олимпийских звездочек. На зональный старт приехали атлеты из Мордовии, Татарстана, Башкирии посоревноваться в довольно интересной и разнообразной программе шиповка юных. Они определятся, в каком направлении им двигаться. Кто-то прыжки, кто-то бег, кто-то метание. Но в основном, конечно, ориентировано, я думаю, здесь на бег. Молодые ребята, кстати, со своей специализацией уже определились. Ижевчанка Катя Зорина твердо решила станет бегуней и поедет на международное соревнование защищать честь страны. Первый шаг к своей мечте она сделала на этих соревнованиях, выиграв их. Мы бежим 60 метров, прыгаем, метаем и бежим 50 метров. То есть это многомордная подготовка? Да. Ты уже определилась со специализацией в легкоатлетике? Нет. Ну а что думаешь, что у тебя лучше всего получается? Ну, 500 или 600 метров. Юные спортсмены лихо штурмовали личные рекорды. Улучшил свои результаты и Юрий Посадов. Говорит, на старте заводили его соперники, которых мальчишка очень хотел обогнать. И это у него получилось. О чем мечтаешься, если честно? Ну, попасть в большой спорт. А зачем это так вот, ну, престижно, что ли, попасть в большой спорт? Ну, как бы, чтобы тебя весь мир видел. Только это интересует тебя, чтобы весь мир видел или еще что-то? Нет, посоревноваться с достойными соперниками. Все победители турнира поедут в сентябре в Сочи на первенство страны по программе «Шиповка юных». Далее переместимся на помост Ижевской медакадемии, где тоже кипели нешуточные страсти. Мальчишки возраста 80 лет отчаянно боролись за медали городского турнира по тяжелой атлетике. В итоге выиграли поединки со штангой и показали хорошие результаты Ярослав Сайтерлы, Максим Пискун, Вячеслав Фадзеев. Состязалась молодежь и на стадионе «Купол». Там юные бродмейстеры разыгрывали награды первенства Удмуртии в одной дисциплине – пожарной эстафете. На старт заявилось в которой аж 30 команд. В итоге самыми техничными и скоростными оказались воспитанники Романа Масленникова из Глазова. Они выиграли золото эстафеты. Еще один республиканский турнир, за наградой которого боролись молодые атлеты, завершился на искусственном газоне школы футбола. Герой репортажа Дмитрия Вороновнина – участники летнего фестиваля «Сузов» по мини-футболу. Их баталии получились зрелищными и результативными. Сейчас подсчитаем забитые мячи. Этот самый красивый. Его автор – форвард команды Воткинского машиностроительного техникума Никита Казанцев. Попал в девятку, разозлил вратаря. Гол залетел необязательный. Могли вытащить эту игру. Могли, но не вытащили. Матч между Ижевским промышленно-экономическим колледжем и Воткинским машиностроительным техникумом был ключевым на турнире. И минимальная, но трудная победа со счетом 1-0 приблизила Воткинцев к итоговому золоту. Это было нелегко. Соперник был, ну как, на равных почти играли. Ну и благодаря удаче победили их. Все игры фестиваля «Сузов» прошли в упорной борьбе. Что неудивительно, студенты-технари народ честолюбивый. Эти матчи вам помогают как-то в учебе? Да, конечно, помогают. Уважение все равно другое. Другое отношение преподавателей к футболистам, к спортсменам. Они смотрят на вас как на звезд футбольных? Они смотрят на нас как на людей, защищающих честь учебного заведения. За награды этого мини-футбольного фестиваля боролись команды из 40 учебных заведений среднего профессионального образования со всей Удмуртии. И тренеры подметили, уровень таких профильных межусобойчиков с каждым годом растет. Я, наверное, уже десятый год курил эти соревнования. Уровень команд здесь достаточно приличный. Они в целом и готовятся к этим соревнованиям. Они участвуют и в первенстве республики своими командами, тот же Ижевский монтажный техникум и другие. Поэтому уровень команд приличный. Что же касается спортивных итогов турнира, то призерами состязаний стали команды Воткинского машиностроительного и Ижевского монтажного техникумов, а также Ижевского педколледжа. Завершили сезон и юные воспитанники РС Дюшур по плаванию. Заключительный старт прошел в Ижевске и преподнес немало сюрпризов для спортсменов. Многие улучшили личные рекорды и выполнили взрослые разряды. Так что на каникулы ребята идут в хорошем настроении. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова